Друзья мои, сегодня все так же 10 марта. Был у меня запланирован посев гибридов томатов. Вот сею. В прошлом году я сеяла томаты 28 февраля. Но была очень затяжная холодная весна. Последние заморозки были 1 июня. Рассада замерзала, но при этом она все равно перерастала. Посадка была лежа и как результат недобор урожая. Поэтому я отодвинула на 10 дней. И при любом раскладе в нынешнем году, будет ли холодно или наоборот будет тепло. Чего мы здесь на северо-западе не знаем. Рассаде будет комфортно. Для раннего урожая у меня растут уже. Я их сегодня вам показывала. Поэтому сегодня у меня основной посев именно гибридов. Сейчас скажу сортовые томаты. Я тоже буду сеять и буду их сеять в пятницу. Ну, потому что большое количество, чтобы не было накладок. Так, и что же я посею? Повторяю я немного. Хотя все томаты практически были удачные. Повторяю я Мэйшуай, Ролекс, Пинкуникум, Сара. Вот, что тут у меня еще? А, еще Сумо. Замечательный вкусный томат. И черри Сакура. Все, да. Остальное все. Значит, Ролекс и Пинкуникум. Почему? Повторяю. Потому что в прошлом году, очень вот из-за этой затяжной весны, были неудачные рассады. И, в общем, я осталась ими недовольна. Вот, хочу повторить и все-таки посмотреть. Потому что в прошлом году Пинкуникум и Ролекс, они мне дали, с куста я собрала там от 8 до 10 килограмм томатов. Так что, хочу в этом году все-таки добиться и посмотреть, на что они у нас, в общем, что они нам могут дать. Сакура тоже я показывала. Это чудесный черик. Ну, а все остальные, это новинки. Это как для меня, так и новинки у нас даже в России. Что это будет, жду я еще семена. Поэтому я потом в процессе, в теплице уже буду рассказывать. Так, ну и что же у нас за семена? Сейчас быстренько покажу, что я все-таки решила сеять. Это сара. А, тоже повторяю. Очень такое, очень урожайные, красивые томаты. Повторяю. Мохитосы, неубиваемые по отзывам. Тоже хочу посмотреть, вырастить. Семена Урала. Это мне прислала Лилечка Ругантина. Попробую. Шок Биф израильской линии. Ализи. Людмила из Москвы прислала. Пинг Хайп. Пинг Рекиута. Рекиута. Это от Садов России. Чем-то они тут интересные. Потрясающей красоты. И один и другой. Будем смотреть, что это будет у нас в теплице. Кстати, в новой, в стеклянной. И вот такие вот пакетики. Это у меня будет Розалин. Хани Мун. Также Брексис. Коричневый томат. Гибрид. Очень интересно. Сумо я говорила. И турецкая линия. Браун Кой. Пин Кой. И Ред Кой. Очень интересные томаты. Тоже в процессе я буду рассказывать. Сейчас не буду затягивать время. И вот они Сакура Черри, Мэтью, Черри, Парпора. Это мне девчонки прислали. Спасибо большое. И еще у меня будет один очень интересный черик. Я надеюсь. Вот. И вот эти томаты. Сейчас я с вами вместе их и посею. Это вот Мэй Шуай замечательный. Не подводил. Вот Ролекс подвел в прошлом году. Хочу все-таки я добиться результата. И Пин Куникум. Замечательный результат. Тоже неубиваемый. И хороший томатик. Это по томатикам. Еще вот списочек дальше идет у меня. А еще вот они у меня. Сейчас я их посею. Это Сан Марцана. Это уже сортовые. И Джейн Вайн. Генувин. Тоже какой-то интересный томат. И еще придут мне гибриды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Вот такая вот красотища будет у меня в этом году. Я надеюсь. Так. Ну и самое теперь интересное. Это как же я сеяла. Вот последний этот перец. Сеяла я вербену. Я вам сейчас расскажу. Этот способ мне подсказал подписчик канала. Спасибо ему огромное. Я сразу же прям тут же пошла это все проверять. Я посеяла вот так вот разложила вербену и присыпала ее вермикулитом. Вот. И полила этот вермикулит. Его сильно поливать не надо. Буквально несколько капель. И он набирает, вбирает в себя влагу. Вот. И что вы думаете? До этого я сеяла. Значит, практически все сходят эти вербена со шлемиками. Здесь вот они прекрасно взошли. То, что взошло. Но это самосбор мне прислали. И взошли они действительно без шлемиков. Это, в общем, потрясающе просто. Точно так же я сеяла уже и показывала это перцы. Вот они перчики. Тоже это 26 числа были посеяны. 4 числа они взошли. Вот перчиком, считайте, неделя. Точно так же я их сеяла. Я показывала это. И решила так же посеять и томаты. Взяла я вот такие вот 100-граммовые стопочки. Потому что томатов будет много. Их как-то нужно расставлять изначально. Но потом уже, когда подрастут, можно будет на веранду выносить. Вот. Все я отметила и на пакетах. Как расписала, какой номер. Точно так же список я написала в тетради. Потом точно так же удачно можно будет по цифрам расписать схему посадки. Поэтому вот этот способ мне нравится. Количество какое штук. Значит, что земля здесь, как всегда, это торф для рассады. Плюс вермикулит. Больше тут нету ничего. Делаю я вот, смотрите, вот такую вот. Этот я уже показывала. Я уже здесь вот это все засеяла. Пролила я, кстати, агатом. Спрашивают агат. Вот он идет. Тут все идет вроде как виноград, земляника, картофель, декоративные цветочные культуры и так далее. Можно ли использовать его для томатов? Да, друзья мои, я даже сюда уже не заглядываю. Спасибо, Света, с канала Дачные Советы нас познакомила с этим препаратом. И я просто разбавляю и проливаю всю воду. Здесь у меня еще какие-то там остатки были. Максифола, по-моему, рутафарма. Да, чуть-чуть. Поэтому оно такого цвета тоже, знаете, добро выливать жалко. Так что развела 0,1-0,2 миллилитра, это в шприце, и на литр воды. И проливаю эту земельку. Вот. И делаю вот этой штучкой. Здесь у меня сантиметр отмерен. Вот так вот ямку. В этом делала с этим, ручкой там от совочка тыльной стороной, большие. А здесь я делаю вот так вот, друзья мои. Вот такие вот небольшие углубления сантиметровые. Вот сделала. Я сейчас покажу. Вот буквально на одном. Все. Сан-Марцана. Здесь у нас 22, здесь 22. Выбираю, конечно, семечку получше. Сейчас не достать будет. Вот. Как красивая семечка. Туда складываю ее. Так. Дальше. Что еще возьмем? Ой, Мэйшуай не разрезанный. Посмотрим. Покажу вам семена Мэйшуая. Тоже в прошлом году девчонки покупали и очень переживали. Потому что сейчас посмотрите. Это вообще семена. Там посмотреть не на что. Такие мосипуски. Так. Три штуки. Ну, что-то как-то в этом году вроде побольше. Даже немножко. Вот такие вот. Из таких семян вырастает у нас, друзья мои, огромное дерево, которое дает Мэйшуай. У меня был один ранний посеян, выращен. И я записывала, сколько же он дал мне плодов в килограммах. Все это взвешивала. В общем, получилось у меня. Вот самые лучшие семечки вываливались. 11 килограмм 300 грамм. Троечка. Вот так вот кладу. Так, роликс. Роликс у нас до... Это уже старый пакет. До какого числа? А, годен до 21 года. 12 еще годен он у нас. Тоже. Вот сейчас еще роликс один сделаю. И потом... Ай-яй-яй-яй-яй, друзья мои. Видите? Вот как получилось у нас. А потом и думаем, почему у нас все не так. Потому что у нас был обозначен Мэйшуай троечка... Единицей. А я его насыпала в троечку. Это волнуюсь. Это вот семечку я все-таки еще пока не засыпала. Я ее перекинула хорошо. И здесь тоже самое сейчас сделаю. Наверное, легче было. Нет, вот она семечка. Все нормально. Вот, поэтому, конечно, я так вот и занимаюсь одна этим. Что нужно, когда вот такое количество, чтобы не ошибиться. Так, вот, хорошо сделала. Значит, это у нас будет пинкуникум я сделаю. И сейчас мы роликсы тоже посеем и посмотрим. Тут я уже тоже все разложила. Много семян довольно-таки. Так, это от фирмы Гавриш. Все эти семена практически я покупала. Семена.forum.ru Так, по-моему, там прилипли. Так, двойка, двойка, двойка. Так, хорошая семечка, двойка. Вообще-то все быстро. Главное, что все приготовить. Все, друзья мои. Значит, у меня еще осталось троечки. Троечки я пока отложу. Так, тут тоже все. Нет, тут я не положила. Тоже забыла. А здесь у меня сам Марцана и вторая. Так, это я вот сразу откладываю, чтобы мне не запутаться. Вот. После ролика я здесь все доделаю. Вот в такую набираем вермикулит. И аккуратненько в эту луночку насыпаем. Аккуратненько насыпаем. Все. Этот вермикулит, сейчас я вам покажу близко на камеру. Капаешь на него воды. И он как сумасшедший вбирает воду и держит. Так как у нас, значит, вода у нас с агатом. Это стимулятор роста тоже идет. Поэтому у нас получается, как будто мы замочили семена. Вот. И они у нас лежат. Только мы, видите, и перцы я точно так же делала. Вот. Насыпали. И все забыли. Ждем. Ну, так вот. Главное разложить, сделать все. Это я доделаю. Так. Берем. С пронцовочкой набираем. Так. Если посмотреть. Если посмотреть. Сейчас я вам покажу. Вот. Капаем. И вот он. Вот он набирает воду. Бегом. Даже на него капать не надо. Вокруг капаем и все. Можно капнуть. Все это все влажное. Все вот так вот. И вот так. Вокруг. Вот он. Прям вот видно, как... Прям набирает водичку. И держит он ее очень-очень долго. Семена разбухают. И потом они вот через это все равно выходят. И вот этот шлемик остается там. В общем, у меня что на баклажанах, что на перцах. Все было без шлемиков. Ну, вот сейчас вот посмотрим, как вот эти будут томатики. Точно так же я говорю, что вербенко замечательно. Теперь у нас проблем не будет с этими шлемиками. Ну, вот сейчас я это доделаю и уберу на теплый пол. У меня вот такие контейнера. Друзья мои, это вот контейнера. Все собираю. Вот такие. Это от мороженого. Вот в кафе, где продают мороженое, я не знаю. Там можно спросить, если выбрасывают. У меня знакомые. Мне привозят. Она там работает. Сейчас вот здесь вот встанет 10 штук. И к ней есть крышка. Ну, вот замечательно. У меня этих контейнеров. Я их за зиму собираю. Огромное количество. Кстати, и ведра там тоже. Там кафе от Мэнэ за 5-литровые. Вот где-то пристроиться так было бы замечательно. Вот. И сейчас 10 штук у меня здесь становится плотненько. Закрою их крышкой и уберу на теплый пол. Друзья мои, как начнут появляться всходы, я вам обязательно покажу. Если есть вопросы, спрашивайте. Всем хороших, удачных посадок и всходов. До свидания.